Сегодня бы я хотел в сжатом временном интервале коснуться трех важных вопросов. Почему сжато и почему бы я хотел буквально в 5-10 минут уложиться по вашей же просьбе. По вашей просьбе для того, чтобы вам удобнее было просмотреть материал, сфокусироваться, уловить смысл. И вы предпочитаете почаще, поменьше, чем выбрать какой-то формат вебинара. Поэтому предлагаю вернуться к самому главному. Что на сегодняшний день происходит и какие основные моменты всех нас тревожат. Возвращаемся к нашему опросу, мониторингу рынка, наших клиентов и понимаем. Три главных вопроса, на которые Делает, правда уже не первый, год с 2014 года, с кризиса, которого мы уже меряем шестью годами, отвечает на три самых злободневных вопроса. Первый вопрос. Где взять клиента в условиях кризиса? Как его удержать? Вопрос номер два. Как заработать на этом клиенте, чтобы контакт и заказ не был выгоден? Третий вопрос. Где взять тот продукт, на котором это можно заделать? Из комплексности ответов на эти три вопроса строится ваш успех, либо неуспех. Мы даже назвали рубрики прошлых своих выходов «Формула успеха». Кто помнит нас, может вспомнить, о чем мы говорили. А вот кто, может быть, нас будет впервые слышать. Попрошу быть немножко повнимательнее. Как говорится, будем делиться своими мыслями, советами и избегать, может быть, каких-то теоретических, пространственных рассуждений. Итак, вопрос номер один. Поскольку сегодня попросили уложиться, быстренько коснусь первого вопроса. Я повторю еще раз три вопроса. Вопрос, где взять клиента, как его удержать, как заработать на этом клиенте, если он к тебе уже, как говорится, пришел и ты делаешь проект, и на каком продукте это сделать. Значит, вопрос номер один. Коснемся, немножко порассуждаем по первому вопросу. Где взять в условиях кризиса клиента, это всегда проблема, проблем, а уже где взять клиента и тем более его удержать у себя в условиях карантина, обстоятельств, которые еще добавились в данный момент, это сверхзадача, конечно, становится. Ну и, может быть, самое главное. Я говорил и призываю прежде всего мыслить прежде, для того, чтобы всегда быть с клиентами, мыслить не категории заказа, не категории успеха каких-то прошлых лет. Я могу вспомнить 90-е годы, когда основной капитал мой создавался, но методики 90-х лет, которые проходили в 90-е годы, к сожалению, не проходят. Я могу поделиться методами работы в нулевые годы, и это уже устарело. Методы должны быть адекватны современным вызовам, сегодняшним проблемам. Поэтому самое актуально, как сейчас действовать и какие мы можем друг другу подсказать рецепты для того, чтобы все-таки на этот первый вопрос, где взять клиента, ответить по существу. Обратите внимание, какие, с одной стороны, кризис дает препятствия, с другой стороны, возможно, приоткрывает возможности. Карантин, ограничения, закрытые границы. Беспрецедентно впервые за все время люди зависли по домам. Кто, прежде всего, помимо пенсионеров, детей и студентов там завис, да, это еще и вполне состоятельные граждане, которые, как бы две части граждан сейчас оказались на удаленном, так сказать, на удаленном доступе, доступе, извините, я летела слово, значит, первая часть, люди состоятельные, банкиры, бизнесмены, кто может себе позволить находиться дома, сейчас никуда не выйдешь, не отдохнешь, бизнес управляется, как говорится, на удаленке. И, соответственно, эти люди, как никогда, находясь в своих усадьбах, домах, могут посмотреть по сторонам, на свои стены, окна и обнаружить, что, а почему бы сейчас, имея деньги, мне не решить вопрос облагородить пространство. И самое главное, чем себе занять в этот период? Есть деньги, есть возможности, и наши клиенты подтверждают активные, что увеличилось количество выездов в загородные дома, усадьбы, туда, куда, казалось бы, раньше не попасть, потому что хозяева были занятыми, некогда было заниматься своими вопросами, а вот теперь они вспомнили о том, что, в общем-то, по большому счету, неплохо было ободновить пространство. Итак, первая часть клиентов состоятельных в каждом городишке, в каждом даже небольшом городе, если вы Санта-Барбары, где живут крутые люди, и это первая часть населения, не стесняемся оповещать их о том, что у вас есть замечательные возможности сегодня им предложить услуги по интерьеру. Значит, это первая часть людей, которым сейчас делать нечего, чтобы не сойти с ума, вот, люди начинают заниматься своими пространствами. Вторая часть, средний класс, средний класс, который планировал в период апреля, мая и начала лета отъехать за границу, побывать за границей и, соответственно, отдохнуть, сегодня отменяет все свои планы, сдает билеты и остается с определенной суммой средств дома, также закрытой, как говорится, в четырех стенах. И получается, что тот, кто, казалось бы, выбирал между возможностями что-то сделать в интерьере и своим отдыхом, на сегодняшний день, как говорится, проблемы выбора лишен. Все, отдых сегодня исключен, возможно, он появится, активный отдых по России, люди начнут потеплее, наступят апрель, выезжают на Байкал, Алтай и по городам Российской Федерации, но это не те бюджеты. Итак, у людей есть средства, а значит, есть повод обратиться к этим людям и предложить по очень выгодным условиям выполнить интерьерные работы для того, чтобы, как говорится, опять же, люди могли средний класс на сегодняшний момент отвлечься от, так сказать, тяжелых дом, использовать время с пользой, а самое главное, приобрести интерьерные решения по очень выгодным ценам. Мы говорим о том, что Дэйлайт зафиксировал цены до начала лета не случайно, а прежде всего для того, чтобы дать вам возможность обратиться к своим заказчикам и, конечно же, безусловно, объяснить им, что сегодня предложения ценовые в 30% выгоднее, чем на начало года, а значит, не теряя времени, призывайте заказчиков на контакт, объясняйте возможности нашего продукта, о котором мы поговорим, как мы договорились о возможностях продукта в следующем эфире, и, соответственно, используйте этот момент для активной своей деятельности. Также, помним прекрасно, для маленьких городов, где, как говорится, все состоятельные заказчики на лицо, на виду, и все вы их знаете, соответственно, пожалуйста, работайте, вы их найдете легко, а в более крупных городах советую обращаться в своих районах теснее к туристическим компаниям с информацией о том, кто в прошлом бывал часто в загранпоездках и сегодня, соответственно, в этом году вынужден был эти поездки отменить. Обращайтесь в налоговые районные инспекции по своему, так сказать, адресу, дружите с ними, делайте им бесплатно шторы и будете всегда проинформированы, так сказать, о самых состоятельных людях в вашем районе. К банкам, к отделениям над того же Сбербанком в каждом районе присутствует, а значит, через сотрудников самого низкого уровня, так сказать, можно уточнить всегда о том, по каким адресам живут, так сказать, корейки наших дней. Ну, люди с деньгами, что называется. Формируйте материалы, обращайтесь смелее к этим людям, ловите на том, что сегодня клиент мечтает о том, чтобы как-то занять, найти смысл своего существования, и вы ему как раз можете дать ответ на этот сложный вопрос. Вот. Ну, поскольку, опять же, ограничиваю себя тем, что по вашей же просьбе будем максимально кратки в наших эфирах, но встречаться будем почаще, давайте так, я заканчиваю сегодняшний прямой эфир на том, что еще раз называю три вопроса, которые стоят перед нами, ответив на которые мы действительно удержим наши бизнесы и разовьем их. Значит, вопрос о том, как мы ищем в условиях сегодняшнего кризиса, карантинов, закрытых границ наших клиентов, вот как мы удерживаем этих клиентов у себя, что, как мы зарабатываем и на каком продукте это делаем, это три ключевых вопроса, связанных между собой. Сегодня мы порассуждали по первому вопросу, в ближайшем эфире коснемся второго и третьего вопросов. Таким образом, сложится у нас полная картинка, а значит, мы найдем, каждый потихонечку найдет свой ответ о том, как пережить время, а может быть даже и не пережить, а воспользоваться этим временем для того, чтобы заработать. Дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, это актуально, удачи, ну и, конечно, зарабатывайте. До следующей встречи.